Всем привет! Сегодня я буду готовить вяреную путасу со шпециями янтарной, к пиву пенному. Сейчас я предварительно... Здесь у меня 2,5 килограмма путасы свежемороженой. Вот она немножко оттаяла. Сейчас я ее распотрошу, отрежу голову и тушки будем солить. Так вот, рыбу я выпотрошил, поотрезал голову, только оставил такие вот тушки. Вот. Значит сейчас берем... Сейчас, секунду. Берем, значит, вот такое вот судночко. Вот берем обычную соль крупного помола, немножко присыпаем. Исыпаем немножко на дно. Тут, короче, главное не переборщить солью, потому что вымачивать мы ее не будем. Мы сейчас сразу ее присаливаем, приперчиваем специями. Сейчас про специи я скажу, какие я использую. Вот. И все и оставляем, значит, на двое суток просаливаться. Спустя двое суток мы сразу, не вымачивая, вытаскиваем и вывешиваем уже, ну все, сушится, галится. Вот. Сейчас, значит, каждую рыбку, берем каждую рыбку и солим чуть-чуть. Вот. Чуть-чуть присыпаем солью, так, чтобы, ну, не переборщить и кузико, вот, немножко немного. Вот. Ну, так вот. Чтобы рыба получилась слабосоленая, чтобы не сильно переборщить солью. Вот. Так как снимать одной рукой и одной рукой делать неудобно. Вот. Ну, я вам, в принципе, сам принцип показал. Сейчас я все их засолю и дальше расскажу про специи. Так, я решил сделать немного по-другому. Я решил сразу каждую рыбку одновременно сразу и присаливать, и немножко сыпать сами специи на нее. Вот. Специи, значит, я буду использовать так называемую янтарную. Ну, она не совсем янтарная, конечно, она так вот, немножко своего образца. В общем, здесь обычный перец красный сладкий, ну, это паприка. Немного чеснока, перец красный острый. И это карри, немножко карри. Вот. И вот такого перца, как мельница, я тоже туда немножко присыпал. Вот. Получилась вот такая приправка. Сейчас, значит, каждую рыбку я буду присаливать и сразу специями тоже приперчивать. Давайте. Вот. Вот такая вот красота у нас получается. Вот. Я все рыбки, каждую рыбку я присалил с одной и с другой стороны и с пузики. Вот. И также специи присыпал. Вот. Ну, сейчас вот все уложил, еще сверху немножко специи присыпал. Вот. Ну, все. Убираем в холодильник. Сейчас вот подгнет ставим. Хотя, хотя бы, я даже не знаю. Сейчас, наверное, что-нибудь придумаю, какой-нибудь утяжелитель положу. В общем, подгнет и на пару суток, да, на двое суток в холодильник. Вот. Через двое суток вытащим и будем вешать, сушить. Так. Вот смотрите. Со временем я немножко не подгадал. Прошло не сутки, а прошло почти трое суток. Потому что спустя сутки она была еще сырая. Вот. Спустя трое суток вот такая вот у нас получилась рыбка. Вот. Путасу. Вот. Значит, смотрите, я сейчас... В принципе, на этом уже можно остановиться. Она уже тверденькая, ее уже можно под пиво раздирать, кушать. Вот. Но я хочу сделать типа соломки. Вот я уже нарезал, там, пару штук на пробу. Вот. Вот я хочу порезать на вот такую вот соломку. Я сейчас их уже все поснимаю у них спинки. Ну, вот все, короче, мясо. Хребты повыкидываю, соответственно. А спинки нарежу на соломку. Вот. Потом эту соломку я положу где-то еще на сутки вяляться, подсыхать. Вот. И потом, в принципе, уже можно под пивчанский употреблять. Вот. Сейчас я нарежу, вам покажу. Так. Ну, вот, в принципе, конечный результат. Вот такая вот соломка. У меня получилось. Вот. Сейчас я их дам еще где-то сутки подсохнуть. И буду кушать под пиво. Вот. Несколько рыбок я оставил в таком вот виде. В целом они, в принципе, тоже подсохли. Им немножко дойти и тоже. Они внутри чуть-чуть мягкие, а так они уже, в принципе, сухие. Вот вот такие вот с перцем. Закуска к пиву получилась. Ну, вот, в принципе, и все. Всем спасибо за внимание. Подписывайтесь на канал. Всем пока.